Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня я буду с вами делиться своими фаворитами, фаворитами в уходе. Если вам интересно такого рода видео, тогда я вас приглашаю к просмотру. У меня будет фаворит в уходе, начиная от волос. И у меня здесь все вперемешку, на самом деле, и для тела будет, и немножко для лица. Так что выбирала самые сливки и хотела с вами этим поделиться. Ну что, начнем. Первое, с чего я хочу начать, это, конечно же, фавориты в уходе за волосами. Сразу же сделаю такую небольшую оговорочку. Если видео окажется слишком длинным, я его просто разделю на две части. Так что вот так вот. Ну так вот, вернемся к фаворитам. Первое, что я хочу вам показать, это фавориты, конечно, в уходе за волосами, и это масла. Первое масло это от фирмы Ифраше. Их просто, наверное, легендарное масло, которое собирает мнение 50 на 50. Кому-то оно нравится, кому-то нет. Я вхожу в ту часть, кому это масло нравится. Это масло состоит из, у нас идет из Бабасу, Макадами и ЖЖБА. Объем 150 мл. И упаковочка у него идет пластиковая. Для тех, кто еще не знает, что это за упаковка. В общем, это масло, которое очень сильно жидкое, по моему мнению. Но очень сильно питательное. Его на самом деле нужно не так сильно много. Вы увидите то, что я им активно пользуюсь. Его нужно не сильно много, но оно хорошо напитывает волосы. Замечательно смывается. И после него волосы, они, знаете, такие более живые, что ли. Мне очень сильно понравилось. Конечно же, после вот этого небольшого использования, я не могу сказать, что мои волосы как-то восстановились. Но могу сказать, что внешний вид у них поменялся. Они стали более презентабельные, они стали более блестящие, они стали более напитанными. Так что масло, которое мне очень сильно понравилось. Если вы еще не пробовали, то я думаю, и вы ищите какое-то масло. Я думаю, просто обратите свое мнение на фирму Ифраше. Эта марка себя позиционирует вообще как растительная марка, которая такая более натуральная. Так что, ну, мне, по крайней мере, это масло понравилось, и вам могу его смело рекомендовать. Следующее масло, которое ворвалось в мою жизнь, в мой уход за волосами в конце 2016 года. Я вам его уже показываю в фаворитах вот сейчас, в январе месяце. Потому что это масло, которое действительно меня впечатлило. Как вы видите, его просто огромнейший расход, который я его использовала. Потому что, когда оно мне попало в руки, я им просто начала пользоваться практически перед каждым мытьем волос. Ну, так сильно мне просто понравился результат. Сегодня, кстати, пользовалась перед мытьем волос именно вот этим маслом. Могу сказать, это масло, которое имеет резкий аромат розмарина. Ну, знаете, вот если убрать аромат розмарина и действительно полюбить то, что он делает с волосами, как бы я ему прощаю этот аромат. У этого масла замечательно идет то, что у него есть помпо-дозатор. Оно идет тоже, кстати, в бюджетной такой пластиковой упаковке. Это никакое не стекло, но она такая более темная упаковка у него. Оно у нас предназначено для восстановления ослабленных и стекущихся волос. Оно содержит аргановое масло, органическое масло оливы, миндаля, зародыши пшеницы, витамин Е, коллаген и молочные протеины. Вот такое вот средство, просто бомбезное, просто сумасшедшее, которое, оно напитывает волосы. Они такие, знаете, вот, ну, реально волосы, которые, мне кажется, вот если даже у вас окрашены убитые волосы, оно поможет им быть более блестящими, более презентабельными, более таким, знаете, живыми, что ли. Мне очень сильно понравилось. Вот реально очень понравилось это масло. И то, что я его купила за 400 с копейками рублей, около 500 рублей, я ему это прощаю, девчонки, потому что оно действительно работает. На все волосы я всегда наношу масло побольше, пожирнее, ну, так вот. И поэтому у меня расходы у этого масла пошло очень много. Здесь же вот это масло тоже такое, ну, как вы видите, да, то есть, как бы его немножко использовалось, потому что это масло, оно жирнее, чем вот это вот. Но они работают оба очень классно, потому что, и я не знаю, вот, как я раньше эти масла просто не покупала. Сейчас они в моем фаворите, я думаю, то, что вот именно весь 2017 год я буду пользоваться только вот этими маслами. Очень сильно понравилось, и я вам их рекомендую. Следующие, это будут у нас уже шампуни. Первый шампунь, это будет не бюджетный шампунь, но этот шампунь, который, знаете, справляется со своей функцией вообще на 100%. И это масло, этот шампунь от фирмы Шесейда, линейка идет у него от Зубаки Димаш Карра. Оно идет с маслом Камели для поврежденных волос. Это масло, простите, этот шампунь, он имеет такой, знаете, насыщенный аромат Камели. Я очень полюбила аромат Камели. Вот действительно, аромат дорогой чистоты, аромат такой, знаете, приятный. Сам же шампунь, он хорошо смывает масляные маски, он замечательно пенится, он очень хорошо пенится. Вот сказать, что он классно пенится, это ничего не сказать. Два нажатия, ваши волосы просто, вы будете таким тигром пенным. И для того, чтобы промыть волосы, мне нужно дважды воспользоваться этим шампунем. То есть одно нажатие, промыли волосы, и второе нажатие, промыли волосы. То есть его уже осталось у меня не очень много, где-то, наверное, вот так вот, потому что я им пользуюсь практически через день, потому что я, девочки, пользуюсь еще маслами. И этот у нас идет на восстановление волос, он более такой питательный, жирный шампунь сам по себе. Поэтому он у меня идет сейчас в таком расходе. Но волосы после него тоже блестящие, и если я пользуюсь вот в таком вот этим, мне не нужны никакие ни кондиционеры, ни бальзамы, ничего, мне этого хватает. Я могу просто потом на кончике нанести какое-то маслице для волос, но это, знаете, для того, чтобы моей душе было более спокойно, так сказать, а не то, что моим волосам это нужно. Конечно, сам шампунь, он перламутровый, он достаточно жирный, ну, с тем, чтобы промывать волосы, он справляется на ура. Мне даже кажется, я стала более светлее. С ним он, знаете, прям тщательно, глубоко промывающий шампунь, да. После него нет зуда, нет шелушения, нет никакой пленки на волосах. То есть, ну, реально, 10 из 10 шампунь, который, я тоже, знаете, на него вот так вот смотрела, думала, сработает или нет, распиаренный может быть. Ну, нет, действительно, на моих волосах он сработал. И я вам могу его смело порекомендовать. Если у вас позволяет бюджет, то, конечно же, обязательно попробуйте данную марку, именно вот эту линейку. Из этой линейки я пользовалась однажды, мне попадал в руки именно красный шампунь, он мне вообще не понравился. А вот с этими вот желтыми цветочками камелии, вы знаете, запал в душу. И я сейчас в поисках тоже, чтобы его продублировать и купить себе повторно. Очень сильно понравилось. Следующее средство для волос, тоже шампунь от компании Ифраше. И это у нас идет камелия и красный виноград для молодости волос. Шампунь, который точно так же работает, мне кажется, как вот этот шампунь, но либо близко. Классно промывает масляные маски, хорошо промывает волосы, после него нет зуда, нет сухости, нет шелушения, нет ничего. И тоже с этим шампунем могу сказать, единственное, что волосы становятся грязные, уже такие засорены, уже, наверное, на конец вторых суток после использования данного шампуня. Хороший шампунь, он тоже позиционирует себя как растительный шампунь, то есть такой состав у него более растительный. И срок годности у него после вскрытия 6 месяцев. Могу сказать, замечательный шампунь, минус, конечно же, это то, что он пахнет очень ярко красным виноградом. Но так как он работает на волосах, я ему прощаю этот аромат. Он мне нравится. Нравится то, что он очень сильно концентрированный, и его нужно немножечко для того, чтобы промыть ваши волосы. Поэтому тоже смело могу рекомендовать этот шампунь, который в 2016 году стал моим фаворитом. И остался, я думаю, в 2017 году, как вы видите, я тоже буду пользоваться вовсю. Следующее средство, которое я хочу показать для волос, это будет бальзам. Бальзам-кондиционер от фирмы Belita Vitex. Этот бальзам, который стоит в пределах 100 рублей, но этот бальзам, который по своим свойствам мне напомнил бальзам для волос от фирмы Tsubaki. Сейчас объясню. Он достаточно жидкий, этот бальзам. Его нужно очень много для того, чтобы распределить, допустим, по моим волосам, и для того, чтобы он начал работать. Но именно то, какой результат после этого бальзама, это волосы, знаете, они гладкие, они лощеные, они рассыпчатые, они блестящие, вот с навязчивым ароматом вот этой вот линейки. Навязчивый аромат, скажу лишь потому, что он меня не отталкивает. Но этот аромат, который, знаете, он, вот, допустим, например, мой супруг, он сказал, ну, его слишком много в ванной, когда у меня был уход от этой марки. Но могу сказать, вот этот вот, бальзам-кондиционер, это идет и бальзам, то есть и питание, и хорошее расчесывание. Кондиционер рассчитан на то, чтобы ваши волосы хорошо расчесывались, а бальзам, он рассчитан на то, чтобы ваши волосы питались. Вот этот вот, бальзам-кондиционер, вот такая вот вещь за свою стоимость. Если в вашем городе есть фирма Белитовитекс, представлена на торговых прилавках, я думаю, вы не проходите мимо него, а просто один раз попробуйте, и он тоже понравится. Этот волос, этот бальзам у меня идет для восстановления сухих, ломких и поврежденных волос. Вот такая вот вещь, девочки, стоит в пределах 100 рублей, и это фаворит моего 2016 года был, так что смело могу вам тоже его рекомендовать. Следующее средство будет бюджетное, тоже бюджетное, и это идет от рецепта бабушки Агафьи. Это, в общем, у нас идет лосьон против выпадения волос, он идет черным тмином, корой дуба, корнем аира и перечной мяты. Не содержит спирт и синтетических одушек, предотвращает ломкость, укрепляет волосяную луковицу, увеличивает жизненный цикл волоса. Что могу сказать об этой вот штучке, которая стоит в пределах тоже, по-моему, 100 рублей? Эта штучка, которая меня осенью спасла от выпадения волос. У меня в осенью был такой волосяной пад, то есть у меня даже, я могу сказать, в августе, с августа по ноябрь месяц, я думала просто в какой-то момент времени буду лысая, потому что каждый раз расчесываясь, я понимала то, что очень слишком много волос выпадает, не то количество, которое должно быть. И в какой-то момент времени напугалась и стояла в магазине и увидела вот этот вот лосьончик в объеме 150 мл. Непримечательная бутылочка с замечательным золотым содержанием, что тут есть. Волосы действительно у меня перестали выпадать. У него, знаете, такой вот аромат травянистый, но его можно просить. То есть, допустим, он меня никак не раздражает, да, мы просто его распределяем по волосам, в корне на все волосы, и волосы, они никак не, этот лосьончик никак не окрашивает, и нет никакого ни зуда, ни жжения, ничего. Просто, знаете, вы нанесли такую водичку на волосы, но постепенно, через неделю-полторы-две, мы заметили то, что количество волос, которые вы оставляли раньше на полу, их становится меньше. Средство, которое работает 10 из 10. Очень сильно понравилось, могу вам смело его рекомендовать. Если вы страдаете выпаданием волос, просто попробуйте. Если вам не понравится, думаю, если оно стоит 100 рублей, это будет не так сильно ударить по вашему бюджету, нежели если вы купите какое-то распиаренное средство, которое стоит намного больше. Но это средство действительно работает, мне, по крайней мере, оно помогло. Я вообще его с удовольствием беру, это моя вторая уже бутылочка, могу сказать. Я хочу буквально всю зиму им попользоваться, потому что, думаю, летом на жаре вот этот запах, вот этих травок, он будет отдаваться, как бы не очень сильно хочется. Когда, как не зимой, можно пользоваться всеми такими штучками в уходе за волосами. Поэтому смело могу вам рекомендовать, девочки, обязательно попробуйте, если вы тоже страдаете, если у вас есть такая проблема, как выпадение волос. Следующее, это будет уход за телом. Наверное, я поделюсь все-таки свое видео, потому что наболтала уже практически на 13 минут. Это будет у меня фаворит в уходе за телом от фирмы Ифраше. Вот да, вот так вот сложилось то, что Ифраше просто меня в 2016 году покорил еще раз. Это их обновленная линейка ванильных, ванильной линии, бурбонская ваниль. Могу сказать то, что аромат мне все-таки старой ванили намного больше нравится. Но так как здесь есть одушка ванили, и она такая, знаете, очень мягкая, парфюмированная такая, она, знаете, вот могу сказать то, что вот такая вот одушка ванили присутствует, мне кажется, в ароматах. Вот действительно такая вот легкая какая-то слегонцатая, знаете, шлейфовая ваниль. Ну, мое рассуждение об этом геле для душа. Сто процентно классный гель для душа. В нем классно все, объем, цена и качество. Как он промывает кожу, да, то есть он справляется очень здорово. Нет шелушения, нет зуда, нет пленки, замечательно смывается. Плюс его аромат, то есть это, естественно, мой фаворит. Я мимо него уже сейчас пройти не могу. Он у меня всегда должен стоять в ванной, аромат ванили от Ифраше всегда должен быть. Благо у меня в запасе сейчас стоят два огромных бутыля старой версии ванили, поэтому на 2017 год я затарилась в ванилю очень хорошо. Хорошо, если вы тоже любите, как я, ароматы ванили, присмотритесь к гелю для душа от Ифраше. Думаю, вам тоже понравится. Вот это бурбонская ваниль, она мягонькая, мне тоже нравится, но я люблю чуть-чуть послаще, чтобы она была еще более сладкая ваниль. И следующее, что я хочу вам показать, это будет их крем для тела и лица. Серия идет с ромашкой, пюркамиль. Все уши вам, девчонки, я уже прожужжала с этим кремом, но это действительно тот крем, который меня спасает от шелушения, от сухости, когда зимой мне нужно более питательности, больше питательности. Я не говорю вам то, что гель для душа высушивает, но мне этого хочется, чтобы я зимой понимала, что у меня кожа напитанная. Это идет крем в такой вот шайбочке, он белого цвета. Это у меня уже новая упаковка, могу сказать, потому что сегодня добила предыдущую. Это такой, знаете, крем-баттер, больше крем-баттер, он очень жирный, его нужно не сильно много для того, чтобы распределить по коже. Вот этой вот шайбочке мне хватает на месяц. Тут 125 мл и при регулярном использовании мне хватает на месяц. Хорошо распределяется, не оставляет жирной пленки, замечательно впитывается. И после того, когда его наносишь, проходит буквально минутка где-то, я могу одеваться спокойно в пижаму, просто в одежду, в которую, допустим, если я днем принимала душ и хочу нанести от крем, спокойно могу это сделать. Крем, вот этот аромат, отдушка вот эта вот, она не остается очень долго, потом просто ваша кожа пахнет чистотой и все. Тоже нет никакого, знаете, какого-то раздражения, липкой пленки, зуда, либо еще чего-то, этого нет. То есть это реально мой фаворит 2016 года, это уже у меня третья, это уже четвертая шайбочка, которой я буду пользоваться, поэтому смело вам могу его порекомендовать данный кремик. Если вы тоже ищете какой-то хороший крем для тела, то, думаю, вам стоит присмотреться вот к этой серии. Так что вот так вот. Срок годности у него тоже 6 месяцев после вскрытия, это очень хороший показатель. Так, девочки, наверное, сейчас остановлюсь, показала вам фаворит в уходе за волосами и за телом, остальное расскажу во второй части, чтобы просто не затягивать это видео. Конечно же, переходите по ссылкам на вторую часть, не забывайте. Не забывайте подписываться на меня, чтобы не пропустить новое видео, не забывайте подписываться на меня в Инстаграм. Пишите свои комментарии, мнения с удовольствием почитаю, поддержите меня пальчиком вверх, если вам не сложно. Я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ира, увидимся в скором будущем в новом видео. Всем пока-пока!